В отношении экс-главного врача Тульского областного перинатального центра Елены Козиной возбуждено уголовное дело. Женщина подозревается в присвоении, совершенном с использованием своего служебного положения. Присвоила она аж 20 тысяч рублей. При этом подчеркну, что это не взятка. Эти деньги женщина получила в виде премии за участие в операции. Но правоохранительным органам не понравилось, что эти выплаты юридически были не до конца оформлены. В итоге экс-глава Новомосковска, бывший руководитель Новомосковского родильного дома, а ныне Тульского роддома, рискует не только потерять работу, но и получить судимость. Мы следим за развитием событий. В ближайшее время вы узнаете все подробности дела. Здравствуйте, я Анастасия Лантратова. Пятница. Время подвести итоги уходящей недели. Я устал, я ухожу. Антон Свирин покинул пост главы администрации Богородицкого района. На рынке пассажирских перевозок новый передел. Кто будет контролировать пассажиропоток? Ждат ли изменения в Тульском драмтеатре? Эксклюзивное интервью с Гарольдом Стрелковым. Передел рынка пассажирских перевозок набирает обороты. Из года в год городские чиновники твердят одно и то же. Они утверждают, что необходимо сокращать маршрутки за счет увеличения количества муниципального транспорта. Безусловно, количество троллейбусов и автобусов выросло за последнее время. А вот число маршруток в Туле не уменьшилось. Причем в гонке за пассажирами частники заметно опережают муниципальный транспорт. А город при этом теряет средства, которые могли бы пойти на развитие транспортной инфраструктуры. Ликвидировать маршрутки власти не могут по ряду объективных причин. А вот последовать опыту Москвы и создать организатора всех перевозок вполне реально. Как часто вы ездите в маршрутном такси? А когда вы в последний раз отрывали билеты, которые скромно висят в тульских газелях? Правильно, исходя из наших наблюдений, редкий туляк отрывает заветный билет в маршрутке. В Туле очередной передел рынка, на этот раз пассажирских перевозок. Попытаемся разобраться в бизнесе, который считается серым. В первую очередь из-за того, что в нем идет огромный оборот наличных. Именно по этой же причине он и привлекательен для тех, кто сейчас хочет переделывать данный рынок под себя. Здесь опять какие-то подводные течения пытаются внести, так сказать, свою струю в пассажирские перевозки. Ну с какой целью это все делается? Ну просто есть у определенных людей, я так думаю, административный ресурс, которым они пользуются умело. И сейчас вот развертывается данная кампания по новому конкурсу. В эпицентре событий оказалось внедрение властями столицы Тульской области новой транспортной схемы в городе. Подготовка к внедрению новшества в столь деликатной сфере, как пассажирский транспорт, проходит очень непросто. И затрагивает интересы не только пассажиров. Так многие тульские перевозчики выразили недовольство проведению конкурса на право выполнять перевозки пассажиров в границах муниципального образования города Тула. Насколько повторюсь, мне известно, на рынок выходят новые перевозчики именно по городу Тули, которые в хороших отношениях с представителями власти. Ознакомившись с условиями конкурса, можно прийти к выводу, что некоторые перевозчики остаются не у дел, так как срок ранее действующих договоров, заключенных три года назад у ТИС, не истек, и они не расторгались. Но администрации проводится новый конкурс. По нашей информации, у ТИС в срочном порядке ликвидируют. По мнению администрации, это позволит аннулировать ранее заключенные договора. Независимые юристы утверждают, что ситуация не столь однозначна. Да, у ТИС можно ликвидировать, но именно оно заключало договора от лица города. А значит, судебные перспективы у перевозчиков есть. К этому конкурсу у меня тоже неоднозначные отношения. Почему? Потому что там изменили название маршрутов. То есть, какая-то, прямо сказать, бестолковщина происходит. Почему? Потому что сейчас заключены договора с транспортными компаниями, которые возят уже на протяжении трех лет. Данные договоры были заключены на пять лет. То есть, осталось два года. Вы дождитесь окончания договоров, а потом уже проводите новый конкурс. Давайте посмотрим, кто из перевозчиков подходит по всем условиям конкурса. У кого имеется недавно обновленный автопарк с необходимым количеством транспорта. Согласно конкурсной документации, только по одному из лотов необходимо иметь более 200 транспортных средств. Также одним из условий является наличие оборудованных помещений для технического обслуживания. Можно предположить, что у большинства мелких перевозчиков ни такого количества автомобилей, ни даже оборудованных помещений нет. Но зато все необходимое есть у муниципального Тулгор-Электрофранса. Цель данных перемен понятна. Вечно убыточное предприятие сможет присоединить к себе много выгодных, пускай и мелких, коммерческих предприятий, за которыми стоят газелисты всего областного центра. Хотя во всем мире можно наблюдать обратную практику. Сильный поглощает слабого. Подводя итоги, отметим, что история муниципальных предприятий сама по себе такова, что без конкуренции и при большом количестве наличных средств вероятность возникновения очередного коррупционного скандала намного выше, нежели чем возможность увидеть безубыточный Тулгор-Электрофранс. В продолжение транспортной темы. В понедельник на улице Мариса Тереза и проезде Темирязева было запущено одностороннее движение. Это уже не является новинкой. В этом году односторонними стали Тургеневская, Жуковского, Вересаева. Вы помните, как отреагировали автолюбители? Приехав на улицу Мариса Тереза, я испытала чувство дежавю. Водители не знали о нововведении и далеко не все обрадовались этим новым правилам. Однако незнание не освобождает от ответственности. Все дорожные знаки были установлены в срок. Нет, не в курсе. Ну, вообще тут было удобно поворачивать. У нас некоторые новшества, наоборот, перегружают, мне так кажется. Плохо. Почему? Неудобно. Что касается проезда Темирязева, то здесь в час пик и вовсе творился бардак. Неосведомленные автолюбители мало того, что нарушали правила, так еще и доказывали свою правоту, создавая аварийные ситуации. Здесь водители в один голос высказывали свое недовольство. Для некоторых поворот направо был единственным удобным способом спокойно добраться до автостоянки, а для кого-то до дома вовсе. А в курсе, что на данной улице с понедельника введено одностороннее движение? В курсе. Как вы на это смотрите? Считаете ее разгрузить? Идиотизм. Наверное, положительно, очень много машин ставят, неудобно ездить. Беспорядок сделали, хуже сделали. И там вот я спрашиваю, там никакой ни пробки нету, ничего, ни разгрузки. А было, вот как было, пускай бы так осталось. Никто не спорит, что разгружать дорогу необходимо. Но если уж мы хотим сделать город комфортным, то делать это нужно грамотно. Например, за неделю до введения новых правил неплохо было бы раздать водителям новую схему движения. А в первые дни нововведений поставить регулировщиков. Антон Свирин покинул пост главы администрации Богородицкого района. Причиной столь скоропостижного решения стало пошатнувшееся здоровье чиновника. Антон Свирин заступил на пост главы администрации в мае этого года. До этого с 2009 по 2014 год Свирин исполнял обязанности главы администрации Богородицкого района. В ходе заседания местного собрания депутатов Свирин заявил о сложении полномочий. Депутаты единогласно поддержали его решение. В череду отставок продолжил Олег Шахов. Теперь уже экс-глава ХИМОГ. Он подал в отставку сразу после того, как в отношении него было возбуждено дело. РИА Новости сообщили о том, что Следственный комитет проводит расследование уголовного дела по факту хищения из бюджета более 19 миллионов рублей в 2008 году. Чиновник подозревается в превышении полномочий на посту генерального директора ФГУ Дороги России. Напомню вам, что пост главы администрации ХИМОГ Шахов занял в 2012 году, а до этого он работал заместителем губернатора Тульской области. Владимир Груздев называл его талантливым человеком. Эх, опять промашка. Вернемся к действующим чиновникам. На уходящей неделе мэр Тулы Юрицки-Пури посетил Пролетарский район. Он проинспектировал строительные работы на стадионе Кировец. Застройщик стадиона обещал ввести в эксплуатацию спортивные объекты 1 сентября 2015 года. Вот паркинг, который планируется построить для обеспечения автомобилей. И на этом паркинге будут располагаться футбольные поля с размером 1 на 45 и универсальные спортивные площадки. Кстати, жители Пролетарского района обеспокоены тем, что после реконструкции спортивные объекты будут доступны лишь для ограниченного круга лиц. Застройщик обещал проработать с руководством города этот вопрос. Еще одна проблема, которая волнует жителей, не повлияет ли застройка на снабжение водой и теплом дома. На что застройщик ответил, что дома будут оснащены индивидуальным отоплением, а водоканал дал разрешение на строительство отдельного водовода. Еще одним пунктом в поездке Юрицки-Пури стала березовая роща. Как он пояснил, природу в этом месте сохранят, но рощу оккультурят. Планами об оккультуровании поделился Сергей Шостаков, глава теруправления по Пролетарскому району. Сделаем дорожки 3 метра с бордюрным камнем. Посадим 18 туй. Сделаются спортивные городки, небольшие еще дополнительные, маленькие очаговые с элементами детского оборудования. В прошлом году мы поставили подарок губернатора. Губернатор нам подарил, Вадим Сергеевич Грузич, детскую площадку. Мы подготовили сюда. Произвена была очистка территории. Плюс к этому будет сделано освещение всего периметра березовой рощи по движению всех этих дорожек. И будет ограничение сделано для транспортного средства, прибывающих сюда. Так как у нас есть жалобы жителей и замечание о том, что они систематически жалуются на движение транспорта, заезды непосредственно на территории березовой рощи, нахождение и разжигание костров здесь. Выселить женщину с двумя детьми из-за долги по отоплению и соц. найму чуть более 100 тысяч рублей. Думаете, я шучу? Отнюдь. В узловой женщина с двумя детьми может оказаться на улице из-за такой смешной задолженности. Моя коллега Валерия Пенина съездила в узловую и пообщалась с должницей. Лера, по каким причинам женщина не платит и где теперь она ютится с двумя детьми? Действительно, уходящей неделе мы поехали в узловую, чтобы хоть как-то помочь бедной женщине. Но оказалось, что эта миссия просто невыполнима. Женщина наотрез отказалась пускать нас на порог дома, но нам с ней удалось все-таки поговорить по телефону. И она рассказала о возможных причинах, почему администрация подала на нее иск в суд. А вы понимаете, что это кому-то в администрации просто нужна моя квартира? Что тут есть в этом доме долга и по 500 тысяч, что-то их никого не трогают. Это просто значит, что я одинокая женщина. Как нас заверили в администрации города, ни у кого нет цели делать из людей бомжей. Но самая основная задача, чтобы женщина все-таки погасила долг. И администрация даже готова пойти на уступки и сделать встречу женщины и управляющей компании, и чтобы те сделали ей рестартуризацию долга. Кстати, для злостной неплатильщицы уже подготовили новое жилье. Идя в суд, мы предлагаем сразу заменение. У нас есть комнаты в многокомнатных квартирах, это бывшее общежитие. Это Гагарина 6А, заводская 6, 9-этажные здания видели здесь, не заходя. Вот другие такие же новокомнатные квартиры. Жилые новокомнатные квартиры просто, ставшие коммунальными, вследствие различного рода расселения еще раньше было. Там есть помещение, там есть меньший размер. Нам удалось поговорить и с родной сестрой Анной Зайцевой. Кстати, опять-таки в телефонной беседе женщина рассказала и о причинах этой задолженности. Да, она работает, у нее заработная плата, на нее двоих детей 9,5 тысяч рублей. При том, что она платит за квартиру, умеет долг только по отоплению. Естественно, не хватает. Двое детей в школе, как вы думаете, школьники. Дешево стоит. Собрать, отдать, накормить. Был период, когда у нее были проблемы с работой, она не оплачивала отопление. Но на отопление за месяц пене 7 тысяч рублей возможно, чтобы накапало? Кстати, Елена нас заверила о том, что она поможет родной сестре выплатить этот долг. Поэтому будем надеяться, что молодая мама с двумя детьми все-таки не будет переезжать из трехкомнатной квартиры в комнату общежития. Очевидно, что зарплаты Анны 9,5 тысяч рублей недостаточно для содержания двоих детей. Интересно, а сможет ли один человек прожить на прожиточный минимум? Таким вопросом задалась моя коллега Валерия Пенина. С февраля прожиточный минимум Тульской области вырос аж на тысячу рублей. Кстати говоря, его формула предельно проста. Прожиточный минимум – это потребительская корзина, плюс обязательные платежи и сборы, коммуналка, штрафы, алименты. Потребительская корзина включает в себя минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. Прожиточный минимум для работающего населения в нашей области составляет 8 104 рубля. Мы решили проэкспериментировать и узнать, можно ли целый месяц прожить на эти небольшие деньги. А говорю сразу, что экспериментировать мы будем две недели. Для начала нам необходимо подсчитать, какую сумму я смогу потратить на питание. Ведь в прожиточный минимум входят и платы за коммунальные услуги, транспорт и мобильная связь. Из нашей суммы мы вычитаем 2000 рублей. Эти деньги уйдут у нас на дорогу, чтобы доехать из Щекинского района до Тулы. Вторая графа моих расходов – это квартплата. И тоже 2000 рублей. Но так как я живу не одна, то мой вклад в оплату коммунальных услуг составляет 1000 рублей. Кстати, сотовая связь в месяц съедает 400 рублей. И еще 1000 рублей уходит на корм для моего кота. Но эти расходы, так же как коммуналку, я делю на 2, то есть минус 500 рублей. Без спорта никуда. Поэтому на спортзал еще одна 1000 рублей. В итоге на еду я могу потратить 3204 рубля в месяц. Но так как эксперимент идет 2 недели, то на еду я трачу 1495 рублей. Или 106 рублей и 80 копеек в день. Можно ли выжить на эти небольшие деньги, при этом не протянув ноги? Узнаем в следующую пятницу, когда мы подведем итоги нашего эксперимента. У Тульского академического театра драмы имени Максима Горького появился новый художественный руководитель. Режиссер Гарльц Стрелков имеет многолетний опыт работы в Московском драмтеатре «Апорте». В академическом театре имени Ленсовета. Для Тулы Стрелков стал глотком свежего воздуха. Уже сейчас сложилось впечатление, что этот художественный руководитель невременный. Гарльц Стрелков обратил внимание на драмтеатр благодаря основателю театра «Апорте» Андрею Любимову. Именно он предложил режиссеру реализовать свои планы в Туле. Что же ждет наш театр драмы? Насколько глобальными станут перемены? Все планы Гарльда Стрелкова в эксклюзивном интервью программы «Итоги недели». Если я во что-то поверил, то я буду все делать для того, чтобы это реализовать. Я не знаю. Тут нельзя сказать, что меня что-то извне вдохновляет. Это какой-то внутренний процесс. Но здесь огромное значение имеет фактор, без которого любой режиссер становится треплом. Это те, кто актеры как угодно. Для меня это не актеры, а соавторы. То есть те люди, через кого я могу провести то, что я хочу сказать к зрителям. Вот это было всегда. И мне здесь везло. Сейчас вы уже успели ознакомиться со всеми проблемами Тульского театра, увидеть его положительные какие-то стороны. Что вы можете сказать о состоянии Тульского драмтеатра на сегодняшний день? Моя идеализация, когда я прихожу в место, я никогда не пытаюсь выяснить, что здесь плохо. Потому что я всегда говорю, не рассказывайте мне, что здесь есть плохо. Потому что, если есть, я не говорю про Тульский театр. Потому что я-то не знаю, что здесь. Поэтому для меня все хорошо. Поэтому я хочу сказать, что для меня, лично для меня, вот таких вот проблем, которые бы помешали мне, моей работе. Потому что я понимаю, что вы об этих проблемах говорите, прежде всего. Их нет. Как раз наоборот, я увидел, что все мои некие идеи, все мои планы, которые сейчас есть во мне, они, как показывает практика, их реализация возможна вот в этой точке пространства. Только в Тульском театре, даже в Москве это невозможно сейчас, как оказалось. Потому что целый год я в Москве что-то делал. А это оказалось возможным здесь. Поэтому для меня это место, так сказать, лучшее на земле. Ну, потому что я в месте, где возможно реализовать мои новые планы. Ну, как я могу? Представляете, здесь у меня крылья большие. У меня огромный комитет, где крылья умещаются, будем так говорить. — Каких нововведений ждать далека? — В театре будет три формата. Первый формат, естественно, академический формат, так называемый, на большой сцене. Я сейчас про него меньше всего скажу. Назовем так. Спектакль на большой сцене — это основное, что всегда было, есть и будет. Кроме этого, в рамках эксперимента появится так называемый активный театр. Формат активного театра, где мы будем создавать, где спектакль будет рождаться вместе со зрителем. То есть, хотите, назовите это модным словом «интерактив», как угодно. Где мы будем говорить со зрителем через спектакль на задную тему. Где зрители будут участниками спектакля. Где они будут выходить в спектакль. Где они и будут иметь полное право на свое высказывание на данную тему. Такой формат активного театра будет. Ну и, конечно, театр живой сказки. Без него никак. Это мое дорогое детище. Он тоже будет существовать. Я о нем много рассказал в предыдущем, уже в предыдущей серии. Театр живой сказки. Он тоже будет. Семейный формат. Он не для детей. Это семейный формат. Театр живой сказки, наверное, понимает, что это не для детей. Даже больше для взрослых, чем для детей. Где также будет участие зрителей. Где мы будем понимать, что сказка – это свод законов и правил, которые очень нужны каждому человеку. Помимо этого, будут в театр мною приглашены молодые, талантливые режиссеры, которых я знаю. Вот сейчас я веду переговоры с одним режиссером. Просто фамилию сейчас пока не озвучиваю, потому что если все сложится, тогда скажу. То есть в театре, помимо меня, будут работать еще новые имена. Из Петербурга, из Москвы приедут режиссеры, которые будут тоже ставить хорошие спектакли. Есть амбиции у нас наконец-то стать инициаторами и создателями международного фестиваля, посвященному Льву Толстому. Актерский состав менять не будем, дополняем его. Сейчас в труппу приглашено пять актеров. Два из которых вы... Да, да, да. Три человека мои, что называется. Это двое из Петербурга приехали. И один артист из Москвы, с которым мы успели за этот год поработать в Москве. Вы же сказали о большом количестве планов. Когда же нам ждать новых постановок? И что касается общей концепции, будет ли она? В ближайшее время, если даст Бог, будет все хорошо, на большой сцене где-то в феврале выйдет спектакль. Отчего люди не летают по Островскому? Пьеса, по-моему, понятна. Не буду специально ее говорить. На малой сцене в режиме активного театра за этот же период мною будет сделан спектакль по пьесе «Святая блаженная Ксения Петербургская в житии». «Святая блаженная Ксения Петербургская в житии». Да, 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 не пишите. Вадима Ливанова, пьеса. А также пьеса Максима Курочкина «Класс Бента Бойчева». Бента Бойчева. А в формате театра живой сказки, ну, просто я пока не знаю, когда он начнет так нормально функционировать. Ближайшая работа — это будет «Финист Ясный Сокол», но, а также те работы, которые уже есть. По причине того, что мы все втроем, весь коллектив здесь, нам ничто не мешает делать то, что мы уже делали. Любите друг друга. Ну, что еще? Ну, у меня же, ну, какой еще девиз? В Москве в воскресенье прошел матч между тульским «Арсеналом» и московским «Спартаком». Канонеры потерпели поражение со счетом 0-2. Есть мнение, что первый гол «Спартаку» удалось забить из-за ошибки вратаря тульской команды Александра Филимонова. В целом «Спартак» всю игру хорошо держал мяч, тульской команде было нелегко. Однако «Арсенал» не ударил в грязь лицом, атаковать мы умеем. А вот завершить дело до конца так и не удалось. «Арсенал»! 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 Конечно, от результата хотелось ожидать большего, потому что «Арсенал» выиграл две встречи подряд, хоть одну из них и на кубок. Но, видимо, в этом матче все-таки на игроков психологически давлело имя соперника «Спартак» неоднократный чемпион России. И тут, опять же, возникают вопросы к тому же Филимонова. Почему он так делает, что запасные вратари, в принципе, не могут играть? Четыре матча уже точно набираются, где он совершил результативные ошибки. Это «Динамо», «Терек», «Ростов» и сейчас вот со «Спартаком». Здесь ситуация такая, с одной стороны, интересная. За ним Кликин и Отов, но за то время, что они в «Арсенале», они на двоих официальных матчей, по-моему, даже 5-6 не сыграли. То есть, как говорится, как бы ты ни тренировался, без игровой практики ты ничего конкретного на поле не покажешь. В конце программы по традиции я передаю слово нашему криминальному корреспонденту Сергею Старикову. Он расскажет вам о происшествиях, которые произошли в нашем регионе за неделю. Здравствуйте! Меня зовут Сергей Стариков, и я расскажу вам о самых громких происшествиях на минувшей неделе. Недавно на YouTube были опубликованы поразительные кадры ДТП, которые снял видеорегистратор «Очевидцы». На проезжей части, предположительно в районе островка безопасности, стоит пешеход. С одной стороны, к мужчине приближается внедорожник, а с другой – самосвал. Легковой автомобиль проезжает мимо пешехода, сворачивает налево, и в этот момент происходит столкновение с замечающимся на приличной скорости самосвалом. После этого оба автомобиля заносят на проезжей части и начинают крутить. На секунду пешеход скрывается за танцующими машинами и кучей летящих обломков, после чего снова возникает в поле зрения и при этом совершенно невредимая. Как пояснили в региональном УГИБДД, ДТП произошло днем 7 ноября 2014 года на улице Мирово-Новомосковске, рядом с гипермаркетом «Линия». За рулем белого «Ниссан» находилась женщина, которая не пропустила следующий на разрешающих сигнал светофора самосвал. В результате случившегося никто не пострадал. Поздно ночью 11 ноября в четырехэтажном доме на улице Демидовска в Туле произошел крупный пожар. Возгорание началось на чердачном помещении дома. Благодаря слаженной и оперативной работе пожарных огонь удалось локализовать в кратчайшие сроки и не допустить его распространения на соседние подъезды. Огонь повредил 80 квадратных метров обрешетки кровли, а также 3 квадратных метра потолочного перекрытия в одной из квартир. К счастью, обошлось без пострадавших. Для ликвидации происшествия от МЧС России привлекались 29 человек и 9 единиц техники. Причина пожара выясняется. Примерно в 11.30 в среду 12 ноября в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Шоссе на Туле произошло ДТП с участием автобуса ПАЗ и легкого автомобиля КИА. В автобусе находились 19 детей возрасте 12 с 7 лет из Рязанской области, 2 учителя и водитель. Все они ехали на экскурсию в Ясную Поляну. По предварительным данным автобус проезжал перекресток в момент смены сигнала светофора с зеленого на красный. В это же время, не дождавшись завершения маневра транспортного средства с детьми, водитель КИА выехал на проспект Ленина. Никто из участников ДТП не получил телесных повреждений. Вскоре после происшествия на место ДТП пришла директор расположенной поблизости школы номер 69 и пригласила рязанцев на обед в школьную столовую. Перекусив, дети посетили Ясную Поляну, а затем отправились домой. Автомобиль Тульской дорожно-патрульной службы с включенными проблесковыми маячками сопровождал автобус до границы с Рязанской областью. На этом все. До встречи на следующей неделе. В выходные в Тульский регион придут заморозки. Сильного похолодания пока не ожидается, но минусовая температура будет стабильно держаться. Так что одевайтесь теплее и смотрите нас каждую пятницу. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!